Почему картошка и хлеб становятся синими, если на них капнуть йодом? И почему сода начинает пениться, если в неё добавить лимонный сок? Ответы на эти и другие вопросы вместе с сотрудниками библиотеки имени Пушкина искали пятиклассники школы номер 13 на тематическом квесте «Колба», который посвятили Дню науки. Для нашего города это особый праздник, тем более, что в этом году он совпал со 185-летием Дмитрия Ивановича Менделеева. И вся наша библиотека заразилась этой наукой химии, и во всём её многообразии мы пытаемся показать. Это и для ребят младшего возраста им будет чему удивляться, и для самых старших и даже взрослых. Всего ребятам предлагалось пройти четыре научные станции – физика, химия, астрономия, экономика. На всех площадках школьникам рассказали, чем интересны эти науки и почему они так важны в современной жизни. На уроке физики детям предлагалось провести научный эксперимент с двумя мандаринами и узнать, почему неочищенный фрукт никогда не утонет. А на экономике детям рассказали, откуда произошёл сам термин экономика и что нужно сделать, чтобы стать настоящим экономистом. Станция «Химия» стала практической. Здесь ребята смогли провести опыты на различных химических веществах. Мне больше всего понравилась страна в химии, где мы делали опыты небольшие химические. Нам ещё рассказали про науку химию, про Менделеева, как он сделает таблицу периодических элементов. Больше всего мне понравилась станция «Астрономия», где нам рассказывали о происхождении этой науки и мы закрепляли знания о планетах Солнечной системы. После познавательных уроков всем ребятам предлагалось ответить на вопросы, где они продемонстрировали свои знания. Принять участие в научном квесте могут все желающие до 8 февраля. А уже 9 февраля библиотека имени Пушкина приглашает любителей поэзии на тематический вечер, посвящённый 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Начало в 16.00. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.